Здравствуйте! Это новости на канале Губерния, в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о главных темах. Выспаться и, наконец, включиться в работу, пожелал вице-губернатор главам городов и районов на 12-м съезде Ассоциации Совета Муниципальных Образований речь шла о сокращении расходов на аппарат управления, как за меньшие деньги делать больше. Благоустройство и гостеприимство – их рук дело. Какую видит область туристы и болельщики, зависит от ее жителей. Порядок во дворах и на улицах в рамках подготовки к чемпионату мира будут наводить 70 тысяч добровольцев. Не просто творчество, искусство, которое исцеляет. Из самого сердца России в одной экспозиции самого народного фестиваля в музее Алабина открылась выставка уникальных ремесел. О глобальном и частном шла речь на 12-м съезде Ассоциации Совета Муниципальных Образований Самарской области. Вообще разговор с главами городов, районов и поселений у руководства области получился непростой. Как сказал вице-губернатор, далеко не все местные власти понимают, что сейчас в сложное экономическое время каждая копейка должна быть на счету. Например, в 2016-м муниципалитеты недополучили более 200 миллионов стимулирующих субсидий из-за невыполнения показателей. А эти доходы могли бы быть направлены на развитие территории. Причем местные власти эти средства могли распределить по своему усмотрению на решение наиболее важных проблем. Как подчеркнул Дмитрий Овчинников, сейчас все главы должны включиться в процесс перемен. Но пока это услышали не все. Кто-то час проспал. Вроде бы в 11 начинаем. Надо в 12 начинать. Скажите, будем в 12 начинать. Надо в час, в час будем начинать. Придите домой, выспитесь. И приезжайте на встречу с губернатором и руководством области в хорошей форме. А мы говорим о том, что нам необходимо людей включать в те процессы, которые у нас происходят за нашими окнами, дворами, заборами, территориями или внутри них. А мы сами еще пока не включаемся, к сожалению. Речь на съезде шла и о системе соцвыплат. Напомню, депутаты утвердили новую схему расчета. По ней поддержку окажут наиболее нуждающимся гражданам Самарской области. Деньги на соцпомощь пойдут в том числе и сэкономленных на аппарате управления. Губернатор жестко поставил задачу сократить расходы на госслужащих на 3 миллиарда рублей. Ассоциация и совет муниципальных образований поддерживают эти изменения, потому что они более справедливыми для людей. И они просто действительно правильно было сегодня сказано. Пока еще недостаточно разъясняется людям, что происходит. И сегодня поставлена задача главам, чтобы на каждой территории было очень четко и предметно рассказано, что же это на самом деле. Я думаю, что результат будет позитивный, потому что принцип справедливости в любом законе – это, наверное, самое главное. Напомню, с 1 февраля введен лимит на число поездок по социальной транспортной карте. Теперь воспользоваться ей можно будет 50 раз за месяц. Цена при этом остается прежней – 270 рублей. Такое решение было принято в целях эффективного использования бюджетных средств. По данным мониторинга, проездными в регионе пользуются лишь 175 тысяч человек, хотя транспортные выплаты получают 940 тысяч. Отмечу, что лимит на количество поездок по социальным картам уже установлен в ряде регионов. К примеру, в Нижегородской области это 39 поездок, в Пензенской – 40, в Саратовской – 50. Мы взяли и проанализировали весь массив за несколько лет. Среднее, что наезжает человек за месяц – 47 поездок. Но есть в отчетах транспортных компаний, когда человек наезжает 300, 400, 1200 поездок в месяц. И мы понимаем, что за этим стоит. Это не человек ездит. Эта карточка проводится несколько сотен раз, и потом перераспределяются деньги совершенно в другом круге. Мы наводим порядок, системно наводим порядок по всем направлениям нашей жизни и деятельности. Новые принципы предоставления мер социальной поддержки и компенсации на жилищно-коммунальные услуги обсудили на встрече с руководителями ветеранских организаций, депутатами Губернской думы и представителями региональных министерств и ведомств. Тему продолжит Виталий Портнов. Громкие споры, конкретные предложения по каждому нововведению прозвучали в этом зале. Все представители общественных организаций понимают. Изменения в принципах предоставления соцпомощи сегодня временные и необходимые. Коснутся они ветеранов труда и тружеников тыла. Выплату 621 рубль будут получать при условии, что пенсия не превышает установленного критерия нуждаемости. 19,5 тысяч рублей и человек не работает. Высвободившиеся средства направят тем, кто остро нуждается в дополнительной финансовой помощи. Гражданин, который сегодня осознанно осмысливает ситуацию, в которой находится государство, в которой находится наш регион, он правильно поймет. И если я получаю, предположим, ну это как военный, да, получаю 24 тысячи пенсию. Ну что ж, я считаю, что мои 300 рублей пусть пойдут моему соседу, который сегодня больше нуждается в них, чем я. Понятно, что эти решения непростые, но в сложившихся экономических условиях необходимые. Механизм предоставления выплат сейчас прорабатывается и для тех, кто работает и получает пенсию. Но доход все равно меньше 19,5 тысяч рублей. Отмечу, только на соц выплат из бюджета региона выделяется порядка 19 миллиардов рублей. Направлять еще больше возможностей нет. Отдельная тема – выплата компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Ее не отменили. Пересмотрели механизм предоставления. Заплатил за свет, газ, воду и отопление. Получил выплату. Как только мы получаем факт, что наш льготополучатель оплатил, мы сразу производим расчет, независимо за какой период и независимо, когда он нам предоставил эти сведения. Мы сразу производим расчет и положенный процент по закону выплачиваем. Напомню о том, что льготники уже на этой неделе начнут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги. С 10 по 25 февраля выдача будет производиться в отделениях почтовой связи. А тем, кто ранее выплату получал на банковские счета, деньги поступят после 13 февраля. Если средства кто-то не получил, значит, есть долги на услуги ЖКХ или не были предоставлены сведения. В этой ситуации необходимо разбираться в индивидуальном порядке. В любом случае компенсацию получат все, кому она положена. Принцип, уважаемые коллеги, нуждаемости, критерий нуждаемости и адресности, эти принципы, они будут реализовываться и дальше. Мы будем еще более существеннее социально поддерживать тех, которые действительно нуждаются и находятся в тяжелейшем состоянии. Ну и, скажем условно говоря, чтобы равный был подход ко всем льготам в отношении всей категории граждан, это тоже ненормально. Это несправедливо просто-напросто. Главная задача – поднять уровень жизни населения тех людей, кто буквально на грани бедности с уровнем дохода ниже прожиточного минимума и оказывать помощь адресно, с учетом критериев нуждаемости. Виталий Партнов, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Изменения системы соцподдержки позволят существенно увеличить помощь многодетным семьям, в том числе приравненным к ним приемным. Напомню, статус таких семей изменился в этом году. На какие выплаты они могут претендовать теперь? Об этом расскажет Владислав Живнов. Наталья Комарова пять лет назад приняла в свою семью маленькую Настю. Девочка стала у Комаровых четвертым ребенком. У Насти есть два брата и сестренка. А еще декоративная крыса-сырок. И детей, и взрослых, и даже животных в семье Комаровых напрямую коснутся недавние изменения в региональной социальной политике. Нас теперь к многодетной семье приравняют в этом году. Мы не были многодетные. Приемные дети в нашей Самарской губернии раньше не считались, не числились как многодетные. Вот даже вот хоть 10 приемных детей раньше было, все равно мама считалась немногодетная. А теперь приемных приравняли как к родным. Для того, чтобы обеспечить своих детей всем необходимым, Наталья Комарова вместе с супругом вертятся как могут. Как приемная мама, Наталья получает от государства зарплату чуть более 3 тысяч рублей на ребенка. Плюс около 7 тысяч на содержание приемных детей. Хочется еще, например, рожать, брать под опеку. Но у людей, у некоторых, нет возможности. У меня много знакомых таких, которые бы с удовольствием взяли детей, но не позволяют, допустим, жилищные условия. Денег Комаровым едва хватает, чтобы обеспечить подрастающее поколение всем необходимым. То, что многодетная семья – одна из самых уязвимых ячеек общества, доказывает и бесстрастная статистика. По данным регионального министерства демографической семейной политики, из 47 тысяч граждан, получающих пособия и победности, более половины – это многодетные семьи. Очень четко анализируем и понимаем, и видим, что как только семья, в ней прибавляется ребенок, чуть больше, там, один ребенок еще на среднем уровне, по доходам семья держится, но как только появляется второе, тем более третье и последующее, семья сразу становится в большинстве случаев малообеспеченной. Адресные меры соцподдержки помогут таким семьям, как Комаровы не переступить за черту бедности. Об изменениях в региональной социальной политике Наталья Комарова уже успела составить собственное мнение. Мне кажется, что социальная помощь должна распределяться адресно, именно тем, которые на самом деле нуждаются, пускай создаются какие-то комиссии. Теперь, когда Комаровы официально признаны многодетной семьей, они могут рассчитывать на увеличенный с 30 до 50 процентов размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, проезда и на бесплатную выдачу лекарственных средств. Впрочем, в преодолении трудностей Комарова рассчитывает не только на государство, но и на себя. Любые проблемы их только сплачивают. Знают, семья как кулак, крепче, когда вместе. Владислав Жирнов, Андрей Авдеев, Новости губерния. Благоустройством региона к играм чемпионата мира по футболу займутся около 70 тысяч добровольцев. Начнут уже с конца этого месяца, с подготовки апрельского субботника. Самара должна предстать перед туристами в лучшем виде и показать свое гостеприимство. Об этом сегодня шла речь на расширенном совещании губернатора с руководителями социальных учреждений. Активисты будут решать вопросы благоустройства своих районов, дворов, жилых домов и подъездов. Областные власти, в свою очередь, окажут необходимую поддержку. Мария Шпакова подробнее. Вовлеченность людей в процессы, происходящие в обществе, залог успеха. С этих слов губернатора начинается заседание. В зале директора образовательных учреждений, руководитель организации здравоохранения и культуры. В таком составе собрались впервые на повестке благоустройства территорий районов области. Основной акцент на подготовке к чемпионату мира. В Самаре уже в следующем году пройдут шесть игр. А это почти месяц большого футбола. Туристы, приехавшие болеть за любимые команды, могут остановиться не только в областном центре, но и в районах. Поэтому, подчеркивает глава региона, особо важно навести порядок везде. Планируется создать общественный актив. 70 тысяч добровольцев, которые и будут решать вопросы благоустройства на местах. Подъезды, дворы, еще какие-то вещи, связанные в каждом конкретном случае, чтобы эти люди могли мобилизовать других, объяснить другим, объяснить другим и поднять на решение тех задач, которые зависят от самих людей. Мы, в свою очередь, будем, насколько можем, помогать финансами. По сути, в регионе выстраивается новая вертикаль власти. До общественных советов и активистов дворов. И уже сейчас есть возможность проявить себя. В Самарской области пройдет традиционный месячник по благоустройству. Подготовка к апрельскому субботнику начинается уже в конце февраля. Работники социальной сферы ответственность чувствуют и готовы внести свой вклад. Безусловно, в рамках подготовки к чемпионату мира сделано будет очень много. Но, к сожалению, без активного участия дойти в каждый двор, у нас возможности такой, ну, никакой власти физически нет. Это будет практическим результатом реализации реформы местного самоуправления. Когда из сообщества неравнодушных людей нам удастся сформировать большое количество советов микрорайонов. Областной центр уже заметно меняется. Ремонт дорог, фасадов домов, благоустройство московского шоссе и улицы Новосадовой. А в ближайшем будущем завершение реконструкции набережной. И нам надо везде и всюду элементарный порядок, который зависит от конкретного человека. И это вопрос к чемпионату мира. И, в принципе, не только к чемпионату мира. Это просто надо нам самим. Нам надо самим создать эти условия. Это будет потом работать. И я уверен, будет работать навсегда. На расширенном заседании глава региона также объяснил и новый порядок начисления социальных выплат и сокращения затрат на управление. Мария Шпакова, Дмитрий Алатырцев, Новости губерния. Отечественные автомобили только из отечественных комплектующих. Задача, которую совместно пытаются решить представители власти, руководство автоваза и поставщики автокомпонентов. К сожалению, качество продукции местных производителей далеко от идеала. Какая поддержка нужна предприятиям отрасли, чтобы достичь мировых стандартов, обсуждали сегодня в Тольятти на Большом совещании. Каждый автомобиль, который сходит с этого конвейера, состоит из тысяч деталей. Компоненты для автоваза в регионе производят больше сотни предприятий. Но около половины запчастей все равно приходится ввозить из-за рубежа. Завод качество отечественной продукции не устраивает, не соответствует строгим международным стандартам. Говоря о принципах, мы речь ведем о качестве, качестве и еще раз качестве. И далее мы говорим о сохранении конкурентноспособности цены поставщиков, когда мы в общем ведем речь о локализации поставщиков. Локализация для завода задача первостепенной важности. Это позволит снизить затраты, а значит отечественные автомобили сделать доступнее. Как выстраивать отношения производителей автокомпонентов и автоваза обсуждают уже на третьем совместном совещании. Поставщики, руководство автогиганта и представителя власти. Схему решено отработать на примере кластера автомобильной промышленности Самарской области. Эти проекты были проработаны рабочей группой и часть из этих проектов мы сегодня разобрали более предметно для того, чтобы понять, как нужно им дальше помогать. При этом помощь в некоторых проектах требуется как со стороны кластера автомобильной промышленности, так и со стороны руководства Самарского региона. Отдельный вопрос – так называемые критические поставщики. Те, у кого в последние годы были проблемы с качеством и своевременной отгрузкой деталей. Им областные власти намерены оказать всестороннюю поддержку. Некоторым нужна будет методическая помощь, некоторым будет нужна финансовая помощь. Именно такая работа по организации продвижения их проектов на федеральном уровне – это задача следующего дня, чтобы сохранить эти предприятия, увеличить объемы, войти в новые номинации. В качестве движущей силы развития будут использованы ресурсы областного правительства и предприятий, входящих в кластер автомобильной промышленности Самарской области. В АЗовских автомобилях в 2017 году российских деталей должно стать на 5% больше. Задача на долгосрочную перспективу – отечественные машины собирать только из отечественных комплектующих. Виталий Портнова, Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха, Новости губернии, Тольятти. На спортивной базе «Чайка» завершается подготовка трассы для лыжни России. На старт самые массовые зимние гонки 11 февраля выйдут в 74 регионах страны. Как в Самаре можно добраться до места проведения марафона и почему это как раз тот самый случай, когда главное – участие. За последними приготовлениями спортсменов и дистанции наблюдала Татьяна Пудова. За день снег здесь превращается в кашу, поэтому, когда спортсмены отдыхают, на лыжню выходит снегоуплотнитель. На готовой трассе снег твердый, все так, как и должно быть на лыжных соревнованиях. Готовиться в основном стараются ночью, подготовку делать, чтобы лыжня была не мягкой, а жесткой. Испытать себя на Лыжне России 2017 готовится Александр Коротков. Принимал участие во всех гонках, начиная с 1982 года. Говорит, любовь к лыжам только крепнет год от года. С 8 лет занимаюсь лыжным спортом. Вот даже купил, все любят женщин, а я люблю лыжи. Если бы такие лыжи были 30 лет назад и техника, мы бы еще лучше бежали. Зарегистрироваться на гонку можно на лыжной базе «Чайка». Каждому участнику выдают шапку и манишку с номером. За Россию радостно, что мы все участвуем. Лыжня России пройдет в 35-й раз. Она по праву считается самой масштабной зимней гонкой страны. На этот раз о своем желании присоединиться уже заявили 74 региона. В Самарской области на старт выйдут жители Тольятти, Сызрани и Октябрьска. А самый массовый забег ожидается по традиции в областном центре на базе «Чайка». Добраться до места можно будет на автобусе специального маршрута 50-ту. Курсировать он будет от Барбошной поляны с 8 часов утра до половины пятого. От Красной Глинки с 9 утра до 5 вечера. В день соревнований с 8 до 16 часов будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе. Около 10 тысяч спортсменов, любителей лыжного спорта, любителей физической культуры спорта примут участие в забегах, в массовом забеге, посвященному на 2018 метрах, посвященному предстоящему чемпионату мира 2018 года по футболу. И остальные спортсмены выйдут на дистанции 5 и 10 километров по различным возрастным группам. Первый забег лыжников состоится в эту субботу в 12 часов дня. Гонка обещает быть жаркой и даже погода поможет участникам. Синоптики обещают потепление до минус 11 градусов. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Синтез кинематографа и народного творчества. В музее Лайбина сегодня открылась итоговая выставка фестиваля «Рожденные в сердце России». Она посвящена минувшему году российского кино. Умельцы со всей области вдохновлялись любимыми лентами. В отборочном этапе приняли участие более 700 работ. Мария Акимова пообщалась с мастерами. Виктор Скляр – валяльщик со стажем. Этим ремеслом занимается уже 8 лет. Для него это больше, чем просто увлечение. Когда у мужчины случился инфаркт, дало о себе знать афганское прошлое. Работать в прежнем режиме уже не мог. И тогда освоил новое для себя занятие, которое стало делом жизни. К тому же прибыльным. Это коллекция одежды его работа. Она вполне может соревноваться с творениями прославленных кутюрье. Пальто, костюмы, головные уборы. Все сделано вручную. Вообще руки – это главный инструмент валяльщика. Никакие специальные приспособления и станки здесь не нужны. У меня два станка. И у жены два станка. Прикладывается, вот так вот прихлопывается. Потом сверху накладывается пленочка и притирается. Трется, трется, трется. Вообще у валяльщиков сейчас неограниченная возможность. Только, как говорится, твори, твори и твори. Свои шедевры мастера со всего региона представили на итоговой выставке самого народного фестиваля, рожденной в сердце России. На одной площадке многообразие ремесел, которые сегодня возрождают в самых отдаленных уголках области и крупных городах. Глазоплетение в тренде и сейчас, хотя это ремесло появилось еще в каменном веке. Сначала мастерили корзины, посуду и рыболовные снасти. А теперь в домах запросто можно встретить плетеную мебель. Она придает интерьеру особый уют. Под потолком фрагменты кинопленки и яркая лента. Она символизирует красную ковровую дорожку, а за стеклом герои известных фильмов. В этот раз выставка посвящена прошедшему году российского кино. Тема умельцев вдохновила. Только на отборочный этап прислали более 700 работ. В этом году такая новинка будет в рамках конкурса, что по решению жюри также будет определено одно муниципальное образование Самарской области, которое наиболее активно развивает на своей территории декоративно-прикладное творчество. И этому муниципальному образованию будет вручен сертификат на участие трех мастеров с их территории в одном из выставочных всероссийских проектов. В программе десятки мастер-классов. Кроме того, будет работать кинозал, где посетители смогут посмотреть любимые фильмы, окунуться в мир кинематографа и народного творчества. Предлагают в музее Алабина до 18 февраля. Мария Акимова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акимова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова